Днепр снимает проклятие, а Гаврюшка сбривает бороду. Хэппи-энд хоккейного Могилёва. Вторая победа в сезоне. Как мужают мальчишки? Мне очень нравится заниматься туда. Мягкий путь юных спортсменов. Некоторые классы не туда сворачивали и потом долго искали. Отличная традиция и полезное занятие. Спартакиада в 3-м Могилёвском лицее. Как обычно в это время на телеканале «Беларусь-2» программа о спорте Могилёвской области «Спорт-М». Сегодня мы начинаем выпуск с Могилёвского стадиона «Спартак», где футболисты Днепра предпринимают очередную попытку одержать победу. До этого матча с «Брестским Динамо» в активе у нашей команды в 23-х матчах была лишь одна виктория. Появится ли вторая? Давайте смотреть. Трибуны «Спартака» матч от матча пустеют. За игрой «Днепра» и «Брестского Динамо» наблюдало лишь полтысячи человек, включая и этих любителей футбола. А игра получилась неплохой. В кои-то веки могилёвщане действовали с позиции силы, а два нападающих впереди – это уже днепровский тренд последних матчей. Моменты были. Ключевой произошел в середине второго тайма, когда в штрафной гостей светлая голова Александра Гаврюшко встретилась с мячом. Начали играть два нападающих, начало больше атак получаться, и цепляться начали больше за мячи. Этот гол так и оказался единственным в матче. Днепр впервые в нынешнем сезоне побеждает дома, а Гаврюшко расстается с бородой. Я так себе сказал, что пока мы не выиграем, не буду бриться. Вот около месяца, пока я растил. Завтра разбреешь? Возможно, и сегодня. Если честно, нет ни сил, ни эмоций уже. И уже забыли мы, как реагировать на победы. Я считаю, что Днепр сегодня победил заслуженно. Подобраться ближе к Белшине днепровцам не удалось. Отрыв в 6 очков сохраняется. Бабруйчане свой матч также выиграли. Хотя встреча со Слузском для красно-черных началась неудачно. 15-я минута, штрафной, а Лисейка бьет точно. Белшина пошла отыгрываться и добилась успеха. Причем еще до антракта. Сначала Хлебосолов ответил Слузску идеальной реализации штрафного. А чуть позже Козлов воспользовался непониманием защитника и вратаря гостей. В концовке первого тайма судья оставляет Слузск в меньшинстве. Лошанков был неправ. Во втором тайме значимых событий на поле не произошло. Белшина играла по счету и довела игру до победы 2-1. Бабруйский клуб остается на предпоследнем месте. Но по количеству очков догнал Брестская Динамо. И имеет неплохие возможности подняться выше. До финиша чемпионата остается 8 туров. Все самое интересное впереди. Хоккей. Белорусская экстралига. Могилев одерживает вторую победу в чемпионате. Сюжет домашнего матча против Бреста словно скопирован со стандартного голливудского фильма с обязательным хэппи-эндом. Могилевщане открыли счет. Гости его сравняли. Вышли вперед. И вот развязка на последней минуте. Два подряд удаления у Бреста. Могилев снимает вратаря. И начинается игра 6 на 3. Хозяева реализует большинство. Отличается капитан. Была большая эфария. Что команде помог. И ребята все собрались. И матч до конца завершили. Победитель определился в серии буллитов. На два промаха Бреста Могилев ответил двумя точными бросками. Вторая победа в сезоне. Конечно. Молодая команда. У всех спонсорство больше. Все постарше. Тут молодежь. Я думаю, что годик-два сыграемся. И все будет хорошо. Оптимизм капитана вызывает уважение. Специалисты от хоккея практически единогласно пророчат Могилеву участь аутсайдера. И понять их можно. Самый низкий бюджет лиги. Минимальный опыт игроков. И так далее. Но чего не отнять у нашей команды, так это юношеского максимализма. Нехватку мастерства. Они компенсируют большой самоотдачи. А мастерство при должном подходе – дело нажимное. Начинают понимать. Не всегда правда. Вот это самое трудное, что они не понимают иногда, когда устают, заигрываются. А когда выполняют все правильно, все получается. Задача выхода в клубов реальна. Давайте задачу поставили. Будем в Сарасу выполнять. В воскресенье Могилев отправился на выезд в гости к Динамо Молодещиной. На этот раз зацепить соперника не удалось. Поражение 0-4. После шести игр в активе у Львов пять очков и десятое предпоследнее место. Завтра Могилев пройдет экзамен столичной юностью. Бобруйский динамошинник провел два выездных матча в молодежной хоккейной лиге. В воскресенье наша команда оказалась сильнее местного МХК «Химик». Дубль Влада Мясникова в первом периоде обеспечил шинникам победу 2-0. А вот в мытищах бобруйчане оказались на щите. Противопоставить атлантам не смогли ничего. 0-5 – крупное поражение. Тем не менее, в турнирной таблице динамошинник позиций не сдал. В северо-западном дивизионе наши остались на четвертом месте. Впереди домашний матч с беркутами Кубани. А теперь о дзюдо. Дословный перевод этого слова с японского «Мягкий путь». Популярный в Беларуси вид единоборств. Наш визит в Могилевскую детскую спортивную школу «Спарта» не имеет информационного повода. Просто давайте посмотрим, как мужают мальчишки. А это Серафим Метелец, между прочим, чемпион Могилева по дзюдо. Скажи, Серафим, вот чему ты научился за 4 года тренировать дзюдо? Тут я научился многим приемам. Раньше ко мне одноклассники приставали и задирались. Ну, меня папа отдал, ну, и, как бы сказать, перестали. Все побоялись. Ну, ты уже достиг многого дзюдо, так я понимаю, да? Покажешь нам свое мастерство? Хорошо. Впечатляет, неправда? А сейчас начинается тренировка самых маленьких спортсменов. Этим ребятам все 5, 6, 7 лет. Посмотрите, какие красавцы. Мне очень нравится заниматься дзюдо. Я тут куркаюсь, бегаю, прыгаю. Ээээ, как это? Сложно, тяжело. Тяжело. Ну, а ты что? Нравится заниматься дзюдо? Да. Какие у тебя? Я могу. Я могу кинуть через баричу. Я папу давно кидал. Вес могу более 100. Отжиматься. Подтягивание. 50. Подтягивание. Ну, где-то 10-20. Занятия даже вот с раннего детства детей спортом. Это, так сказать, очень хорошо, так как родители понимают, что это нужно детям. Ну, и в дальнейшем это помогает работоспособности организма. Чтобы прийти к нам в школу заниматься, нужно достаточно всего лишь пройти медосмотр и все. И желание. Желание родителей, желание юных ребят. И еще о детях, только постарше, лицеистах, самых настоящих. Почти рифма. В Третьем Могилевском лице есть чудесная традиция. Дважды в год, весной и осенью, проводить спартакиады. Говорят, очень полезное занятие. Спартакиада помогает, я не знаю, сплотить как-то класс, коллектив. Весело и интересно. В учебе помогает? В учебе, ну как. Наверное, да, если там с отличником сдружиться. Иногда очень тяжело будет, бывает, учиться без передышки, поэтому... Это учит выносливость, если ты умеешь занять себя спортом, то есть и на уроке время останется, и ты будешь сильным духом. Спартакиада состоит из нескольких этапов. Один из них на стадионе Торпедо. Девочки жмут пресс, мальчики подтягиваются. Девять. Девять. Молодец его. Один. Один. Что интересно, меньше десяти раз у ребят почти никто не подтягивается. Респект лицеистам. Ну а дальше контрольно-туристический маршрут на 4 километра. По сути, спортивное ориентирование. Ну маршрут довольно трудный, потому что много склонов, и надо всем помогать спускаться. Самое трудное будет, наверное, показать на местности, где находимся, на карте. Ну и остальное все, наверное, все любят и все хорошо пройдут и весело. Через грязь будем прыгать на маятниках. Заблудиться можно? Ну, бывало такое, что некоторые классы не туда сворачивали и потом долго искали, куда пройти. На этот раз никто не заблудился, а к финишу пришли все. Еще один респект. Ну а завершение канат, дартс и игры с мячом. И еще одно наблюдение – массовость. По словам педагогов, участие в Спартакеаде, за редким исключением, принял почти каждый учащийся лицея. И, судя по глазам ребят, им это действительно в радость. В лицее очень учатся много спортсменов, которые представляют не только учебные заведения, представляют нашу Могилевскую область на чемпионатах республики. Очень много учащихся здесь занимаются. Очень много спортивных парней и девушек. На этом все. Надеюсь, вы не пожалели, что провели время с нами. Это была программа «Спорт М». Будьте здоровыми и занимайтесь спортом! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!